В Беларуси сохраняются сложные погодные условия. Число обращений к медикам увеличивается в два, а то и в три раза. Из-за перепада температуры появляется гололедица. Вместе с ней растёт и количество травм. За последние две недели зафиксировано пять тысяч пострадавших, четверть – дети. Ситуацию усложняют снегопады. «Есть места повышенной опасности, тропинки, которые люди сами протаптывают, чтобы им было ближе идти, а не уличные тротуары, которые обрабатываются. Должна быть зимняя обувь, она не должна скользить ни в коем случае. Поэтому всякие пластмассовые подошвы очень не подходят. Они на морозе становятся жесткими, крайне скользкими». Ступеньки подъездов, пандусы, пешеходные дорожки коммунальщики расчищают первым делом. Затем в ход идет смесь соли и песка. Только в Первомайском районе задействовано 90 дворников. Когда погода преподносит неприятные сюрпризы, дополнительно привлекаются специалисты. «Бывает, что и в пять утра выходим, если уже сильно много снега. Сделать все возможное. Песок надо привозим посыпать. Людей надо, помогает чистить нам. И стараемся, конечно, мы сами стараемся почистить. Доставляют нам инструменты, как положено». Бесперерывно трудится и техника. Только за смену снегоуборочная машина расчищает около двух километров дороги. Пескоразбрасыватели работают в усиленном режиме. В закромах депо свыше шести с половиной тысяч тонн реагентов. «Начинаем посыпать. Троллейбусные маршруты первоначально. Подъем и спуск. То есть мосты, путепроводы отрабатываем. Далее начинаем от центра и едем на окраины». Коммунальные службы призывают водителей не оставлять авто вдоль дорог, чтобы не мешать работе спецтехники. Госавтоинспекция тем временем рекомендует проявлять повышенное внимание и осторожность. Прогнозы синоптиков не дают расслабиться. Уже на выходных ожидаются сильный снег с дождем и порывистый ветер.